всем привет вы на канале дон баллон и меня зовут алена погодина каждый четверг здесь выходит новое обучающее видео по аэродизайну если ты еще не с нами обязательно подписывайте везде ведь здесь очень много всего интересного и важного о мире воздушных шаров но в этом уроке я вам расскажу как сделать вот такую замечательную стоечку который может быть как отдельным элементом декора как подарком украшением офиса или дополнением какой-нибудь большой инсталляции или фото зоны одна стоечка у меня уже готова но так как это большая красивая фото зона конечно же я хочу сделать вторую и сделаем ее с вами вместе для начала покажу вам каркас как обычно у нас идет фанера 12 миллиметров обернутая в упаковочную бумажку к фанере у нас прикреплены тоненькие трубки 16 миллиметров это у нас идут трубы эко пласт прикреплены на один уголок честно скажу не очень надежно но вполне достаточно для такого формата стоек не очень надежно в том плане что может происходить вот так но это не критично потому что здесь еще будет полянкой шаров вы конечно можете по своему усмотрению сделать еще несколько уголков сути от этого не поменяется зато будет крепче а вот прикреплено все это дело с помощью вот такой вот намотки скотча на саму трубу я взяла армированный скотч намотала так чтобы входило плотно и вставила в трубу теперь следующим этапом крепления будет заармировать вот это вот все дело чтобы она у нас не вытаскивалась из самой трубы а также нужно будет сделать то же самое с нижней частью чтобы у нас не порвалось ничего и не сломалось а также не повредить шары алюминиевые трубочки у нас с вами самый обыкновенный 8 миллиметров в моем случае купленный в леруа мерлен и эту трубочку нам с вами нужно довести до нужного вида просто берем скотч и накручиваем наматываем его на трубочку пока не доберемся до нужной толщины это буквально пару оборотов бобины проверяем если будет мало добавим еще важно чтобы она входила туда достаточно крепко и стояла ровно все хорошо можно закреплять ну что ж наш каркас готов давайте сделаем нижнюю часть но перед этим нам нужно будет покрасить с помощью триста шестидесятых шедем раздутых на компрессор или насосе как вам удобно наши с вами алюминиевые трубочки чтобы они были в цвет композиции для этого нам понадобится немножечко математических расчетов вот здесь внизу у нас будет стоять сердце вот с такой вот красивой надписью сразу видим высоту большовато надо спустить пониже предлагаю отломить примерно вот такое вот количество трубы просто убираем и посмотреть теперь теперь то что нужно как раз у нас поместятся большие шары я хочу чтобы с этой стороны у нас был шар который будет прямо от сердца вот тут а вот в этом месте будет шар который должен быть чуть повыше примерно вот тут определили нужную нам высоту теперь декорируем трубочки чтобы не порвалась наша шедемка заматываем армированным скотчем вот эту часть главное чтобы скотч нигде не оставался чтобы наша шедемка не приклеилась отлично теперь перекрашиваем одну за одной наши трубочки просто раздвигаем горлышко шара и начинаем аккуратно нанизывать сам шар конечно здесь удобнее чтобы вам помог какой-нибудь другой человек помощник потому что удобнее когда ты тянешь двумя руками а сверху кто-то помогает тебе это все одевать если бы на трубочки не было скотч это было бы попроще честно скажу можно и так распределили натяжение шедем и наша красота готова сделаем так с остальными трубочки задекорированы теперь можем одевать шары шары я надула разнокалиберные и должно как раз хватить есть небольшое количество буквально несколько крупных четверочек которые мы будем использовать внизу на каждую трубу и нужно и Примерно вот так. Затем добавляем следующий размер. Вот так. Вот так. Все. Первая часть декора, можно сказать, закончена. Вот сейчас мы поправим так, чтобы наши шары не вытесняли трубочки. Если что, их можно подогнуть, потому что они прекрасно регулируются. И дополняем наши с вами кончики с помощью двух четверочек. Прям буквально вдеваем их друг в друга. Прям все восемь шаров в одну кучку. И так у нас получается довольно хорошая площадка для крепления других шаров. Нужно будет сейчас еще добавим. Буквально по несколько малышей. Можно добавить для крепкости. Именно для того, чтобы наш верхний шар встал как бы сверху, мне нужна некая такая площадка хорошая, устойчивая. Я делаю побольше шариков. Начинаем крепить шары. Первым пойдет, наверное, не сердце, потому что не очень удобно. Давайте первыми пойдут ленточки. У нас есть такие ленточки красивые. Я заготовила по две темных и одну светлую. Просто вдеваем их туда. Я надую два 60-сантиметровых шара. Примерно как там. На разный размер. Один побольше, другой поменьше. Думаю, что здесь сделаю малиновый. Или сверху сделаю малиновый. Здесь сделаю фоксию, а тут как раз будет сердечко. Я думаю, что будет хорошо. Нет, наоборот. Вот так. Сюда фоксию, сюда малину. Поэтому фоксию дуем покрупнее. Выдуваем шар. Ставим, смотрим. Рядом с восьмерочкой смотрится хорошо. Он с ней вроде бы примерно на одном уровне. То есть такой же большой. Но все равно меньше. То, что нам и нужно. Так как шар очень легкий, ничем не утяжелен, его довольно легко выровнять. Просто поставили и наслаждаемся красотой. Ставим второй. Его я хочу поменьше размером. Чуть-чуть. Вот. Но при этом, чтобы они хорошо так сочетались между собой. Ставим второй шар. При желании на них можно сделать красивые надписи, как на том шарике. Либо, например, вырезать из ракала какие-нибудь розочки приклеить. Тоже неплохо. Тогда это будут не просто пустые шары, а шары уже с декором. Так же берем с вами кусочек шедремочки. Прикручиваем его к сердцу. Подтягиваем и крепим сердце. Выравниваем. Итого у нас получился замечательный декор и стойчик. Шарики на другом уровне. Выглядят хорошо. Между собой сочетаются. Итого у нас с вами вышла целая потрясающая фотозона. Которую мы... Сейчас вот так вот эту часть подвинем чуть-чуть. Которую мы можем... Вот так вот оформить. Любимым женщинам с праздником весны. Вот здесь лишние. Можно вот так пофоткаться. Можно поставить здесь прям такое место для красивой такой розовой или белой. Лавочки. Белой. Белая такая лавочка, на которой можно сесть и сфоткаться. Вот. Я думаю, что вам в любом случае будет очень полезен этот урок. Готовьтесь к этому прекрасному празднику. Предлагайте оформление. Рассказывайте, что вы можете, умеете. Набирайте как можно больше заказов. И реализовывайте свои идеи. А вот такие вот фотозоны мы собираем с ребятами на моем курсе. Если вам интересно, то подписывайтесь на мой инстаграм. Там есть вся подробная информация про мое платное обучение и всевозможные курсы, которые я тоже преподаю. Ну, а я желаю вам всего хорошего. И до встречи в следующий четверг. Мы с вами обязательно увидимся и сделаем какую-нибудь очередную классную красоту. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok